Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт, тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Основным проявлением реакции кожи на стресс, как правило, является воспаление. Часто встречается такое проявление, как пигментация, керотиноциты, эпидермисы тоже реагируют на стресс и нарушается, как правило, состоятельность нашего защитного барьера. К сожалению, микробиом кожи тоже страдает, и в целом стресс может повлиять, например, на качественный состав кожного сала и могут возникнуть воспаления. Проницаемость кожи и проницаемость сосудов повышенная влекут к возникновению таких проявлений, как зуд воспалительный, процессы обострения розации, нейродермитов, атопического дерматита. То есть те хронические заболевания кожные, которые завязаны на вегетативную и центральную нервную систему. Что в этой ситуации можно сделать? Когда кожа становится чувствительной, то есть стрессовая кожа, можно поставить знак равенства чувствительной кожи, она всегда требует очень деликатного к ней отношения. Не нужно делать пилинги, не нужно ее агрессивно скрабировать, не нужно ее распаривать, не нужно ее подвергать каким-то агрессивным воздействиям, в том числе, например, воздействия ультрафиолета из пыточного. Поэтому здесь как раз нужно помнить, что мы должны мягко кожу очищать, стрессовую чувствительную. Возможно, не всегда даже утром умываться с очищающим средством, а, допустим, ополаскивать утром кожу водой и протирать тоником. И этого достаточно. Например, пациенты с розацией знают такой способ и им пользуются очень часто. Нужно обязательно по возможности обращаться к дерматологу, или такие хронические больные знают. Итак, чем, как правило, они снимают обострение? Эти обострения нужно по возможности снять, чтобы не было более разлитого, выраженного процесса. Если это акне, тоже не нужно заниматься самолечением. Если есть возможность попасть к врачу, врач назначит правильный препарат. Уход, опять-таки, при этом будет как для чувствительной кожи, и мы вовремя успеем снять обострение, например, акне. Поэтому, да, к сожалению, кожа реагирует на стресс как вследствие генерализованной реакции всего организма, так и вследствие особенностей самой кожи и проявлений ее, так сказать, собственного ответа на какие-то повреждающие факторы.